МОСКВА Добрый день, уважаемые участники форума-выставки. Москва занимает существенную долю на зоне размещения государственного заказа. Здесь мы приводим общий объем. В Российской Федерации это более 9 триллионов рублей, а доля Москвы составляет 13%. О чем это говорит? О том, что все изменения законодательства, о которых сейчас коллеги рассказали, как касаемые единой информационной системы, так и касаемые 44-го федерального закона, как со стороны нормативного регулирования, так и со стороны контрольных органов, о которых подробно сейчас рассказал представитель федеральной антимонопольной службы, нас непосредственно касаются. Потому что затрагивают всех наших заказчиков, мы как уполномоченный орган аккумулируем проблематику и предлагаем изменения в законодательство, следим за тем, чтобы контракты исполнялись, чтобы не было тех случаев, когда расторгается контракт, потому что, допустим, заказчик не хотел носить изменения, не хотел увеличивать стоимость, хотя такая возможность имеется. И сегодня очень важно не только заключить контракт, на что направлены все конкурентные процедуры, но и его исполнить в этих меняющихся реалиях, которые каждый день становятся немножко иными, с этим неправомерным санкционным давлением, которое оказывается на нашу страну. Выполнение государственного заказа и тех задач, которые заложены в контракт, очень важны. И не могут быть не исполнены. Наверное, здесь не буду подробно останавливаться на втором оптимизационном пакете, который был принят в 2021 году и вступил с 1 января основными своими положениями и имеет ряд положений, которые вступят в дальнейшем. Когда мы его принимали, действительно, в том году на форуме выставки много говорили про него, что это важный законопроект, он существенно меняет 44-й федеральный закон. Мы думали, что мы его примем, начнем работать, сложится какая-то практика в течение полугода, года, и после этого мы будем совместно с Министерством финансового участвовать в его доработке. Но, к сожалению, реалии сложились по-другому. Мы вынуждены были уже начать работу по изменениям, буквально в конце зимы, в начале весны. Но все же те остальные вещи, которые были внесены, они очень важны. Я вот коротко по ним скажу. Сокращение количества процедур. Очень важно. То есть ушли методы, которые не были востребованы. Они позволили облегчить автоматизацию, так как сократился объем процедур, который нужно было описывать в системах, как в федеральных, так и в городских. Сокращение срока проведения процедур. Это вообще очень востребованная история, потому что сейчас нужно быстро вливать деньги в экономику. Электронное актирование. Про него Анна Тимуразовна подробно рассказала. Действительно важная вещь. Уже работает. Сокращает срок приемки материалов и работ, и услуг по контрактам. Позволяет быстрее их оплачивать. Сокращение сроков оплаты. Было тогда принято. Сейчас уже, дальше скажу, и уже говорили коллеги, еще сокращаются они. И про электронные жалобы в ФАС подробно рассказал сейчас представитель Федеральной институтной службы. Тоже очень важно, очень удобно для поставщиков, для участников конкурса или аукциона, которые считают, что их права нарушены, оперативно обжаловать. Но при этом введенная универсальная предквалификация существенно сократила нагрузку как и на заказчиков, так и на нас, как на полномочный орган и на контрольные органы в части рассмотрения различных необоснованных жалоб, скажем так, от фирмы «Однодневок», которые и не хотели исполнять государственный заказ и заключать контракт, оставили совсем иные цели. Но, как я уже сказал, меняющаяся реальность проектовала необходимость принятия дополнительных мер. Сокращены сроки по оплате в рамках 223-го федерального закона по МСП. Предусмотрена возможность корректировки условий контракта в случае невозможности исполнения. Очень важная норма. Возможно менять все существенные условия контракта в рамках лимитов. При наличии соответствующих банксов гарантий можно увеличивать авансирование. Это очень востребованная мера, потому что многие компании испытывают проблемы с кредитованием, на которые раньше рассчитывали при исполнении контракта. И испытывают с увеличением его стоимости прежде всего. Поэтому здесь аванс от заказчика решает эту проблематику и позволяет поставщикам исполнять свои обязательства в рамках контрактов. Поддержка импорта лекарственных препаратов и медицинских изделий очень важное решение. Цель на стабильность системы здравоохранения как Москвы, как субъекта федерации, так и всех остальных заказчиков по всей стране. Учтены региональные особенности специфика заказчиков-поставщиков при амортизации механизма закупки у единственного поставщика. В отличие от мер поддержки во время борьбы с коронавирусной инфекцией, такие полномочия были представлены и субъектом федерации принять порядок и самим определять случаи заключения контрактов с единым поставщиком. Сейчас эта норма дополняется и право определять такие возможности для муниципалитетов, но за субъектом федерации. Москва приняла свои дополнительные решения, чтобы поддержать бизнес. Это компенсация затрат подрядчиков на получение банковских гарантий по работам, связанным со строительством. Это проектирование, капитальный ремонт, само строительство, реконструкция. Так как подорожала стоимость кредитов, то и подорожала стоимость банковских гарантий. Это не всегда было учтено в сметах, потому что многие контракты заключались до событий, вызвавших повышение ключевой ставки. И та повышение стоимости банковских гарантий при увеличении авансирования приводила к убыточности контракта для поставщиков, в связи с чем было принято такое решение. предусмотрели возможность получения гранта до 100 миллионов рублей для создания импортозамещающего производства. Мы активно работаем совместно с Департаментом промышленности города Москвы над проблемой импортозамещения, потому что без производства некоторые вопросы исполнения государственного заказа будут являться проблематичными. то есть нужно заместить ряд товаров, которые возможно не будут поставлены в нашу страну по заключенным государственным контрактам. Снижена арендная плата и предоставлены различные рассрочки для арендаторов земельных участков и нежилых помещений. Это норма более широкого характера, она направлена как и на поставщиков, которые уже заключили с нами контракт, так и поддерживают бизнес в целом, который функционирует на арендных площадях либо имеет какие-то земельные участки для цели строительства. Как я уже сказал, важным направлением является создание производств, направленных на импортозамещение. Это возможно в рамках офсетных контрактов прежде всего. Москва является пионером в данном направлении и уже в 2017 году заключила первые такие офсетные контракты. Сегодня у нас 5 действующих контрактов на общую сумму государственного заказа 72 миллиарда рублей, с инвестициями поставщиков более 12 миллиардов рублей. Три контракта на создание фармпроизводств. Это 73 лекарственных препарата, направленных на лечение онкологии, иммунологии, кардиологии, эндокринологии и так далее. По одному офсетному контракту поставка уже началась. Контракт с Гемомед на поставку медизделия для обеспечения стомированных больных. Очень важное направление, всего там 44 позиции различных медицинских изделий сейчас замещается производителем, который располагается на территории города Москвы. и контракт с Вимбельдан на производство продукции детского питания. На сегодняшний день объем всего городского заказа по данным номенклатуре продукции полностью закрывается производством на территории города Москвы. Нельзя забывать о поддержке субъектов малого предпринимательства. Для этого мы поддерживаем и развиваем постоянно наш уникальный сервис портал поставщиков, на котором работает сейчас уже 39 регионов. На слайде представлена динамика роста как объема сделок, так и количества поставщиков, работающих на портале. Приведены основные параметры снижения цен, количество уникальных товарных единиц в каталоге данного электронного магазина. более 90% всех поставщиков, то есть более 200 тысяч, это субъекты малого предпринимательства. Мы продолжим развивать портал и в текущем году. Запланировано внедрение в каталог отдельных позиций для производства с целью применения его для кооперации и импортозамещения. По итогам у нас есть несколько предложений, которые мы, как я уже сказал, активно обсуждаем с Министерством финансов. Это снижение минимального объема инвестиций по все там контрактам с миллиарда до 100 миллионов рублей, что позволит существенно расширить количество таких контрактов и заключать их не только в Москве, но и в других субъектах Федерации в более широком масштабе, чтобы организовывать новое производство для удовлетворения нужды государственного заказа соответствующих регионов. И как операторы портала поставщиков мы видим, что сейчас уже наблюдается тенденция, что размещается по несколько оферт для того, чтобы закрыть потребность. Поэтому предлагаем, и это предложение поступает из других субъектов Федерации, подумать над увеличением лимитов на единую сделку по четвертым и пятым пунктам части первой статьи 93 малого объема. При этом, наверное, можно даже не увеличивать общий лимит, который зафиксирован сейчас, а просто увеличить объем одной сделки, что не приведет к перекосу сделок уедпоставщика и конкурентных процедур. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok